Музыка Значит, начинаем с того, нужно ли вообще, в принципе, кормление. Для чего мы здесь стоим? Вот этим грушам третий год. Видите? А вот, видите, воды на них. Казалось бы, на этой почве вообще ничего не должно расти. Знаете, как нам достался Сергей Валерьевич этот участок? Это очень просто. Его нам продали после того, когда несколько лет садили картошку. По одной вот такой садили, а выкапывали по одной вот такой. Потом у них нервы закончились. И я уж не говорю про проволочники и прочие радости жизни. Они отдали нам то, что совершенно не годится. И вот в чем я убедился. Я поставил эксперименты. Я садил саженцы. Старый 20-30-летний перегной. Умирали все. Одна крайность. Я садил чистый песок, который используют в строительстве. Растет, как ни в чем не бывало. Как будто я его закормил. И когда эти крайности я сложил и поделил пополам, и вот я пришел к такому мнению, что до нескольких обильных плодоношений, если почва, ну назовем ее средней, у нас крайности страшная. Представляете, почва в горах Айдай одна. Вот. Ее даже стыдно сказать, как называют. Язык не поворачиваю. У нас чистая глина в другом месте. У нас гравий, вспомните, СААС. Мне пришлось на заводе садить груши прекрасные. И сейчас они великолепно растут. Но там пришлось яморить. И перегной закладывать. И чистый глинозем, чернозем. И вот получилось так, что я испытал все крайности. Пришел такое мнение. Очень бедная почва. Там 3-40 сантиметров. Дальше глина. Еще через полтора метра колодец рыли. Тот же гравий. И на 6 метрах вода. Вот. Уже хуже почвы нет. И растет прекрасно только сорняк. Вот уж. Не отнимешь. И поливать не надо, и кормить надо. Итак. До нескольких обильных плодоношений. Никто здесь. Вот первое плодоношение на третий год. Я специально подчеркиваю. Им третий год. Три года назад это был чудо участок. И вот. Получилось. Прекрасное. И если вы посмотрите туда вдаль. Везде вот такие деревья. Так. Теперь. Что получается. Вообще не надо подкармливать. Но есть общий принцип. Подкармливать когда. Ну, совершенно негодная почва. Это еще можно назвать просто, ну, как бы сказать, ниже среди. Бедное назовем. И то я считаю, что дерево прекрасно вырастет само. Даст несколько урожаев, потом подкармливает. Вот. А есть еще страшнее почва. Я знаю про предпринимателя, который 200 КамАЗов завез. Земли. А что там у него же. Прям по камням ходил. По этим. По галышам. Вообще нет. Это крайность. И еще такой момент. К сожалению. Вот. Я не могу отучить от подкармливать никого. Сейчас покупают перегной. Он очень дорог. Перегной. Машина перегной стоит столько, сколько урожай. Огурцов, помидор, морковки, лука. Да. Вместе взятых. Ну, человек любит это дело. Отучить я его не могу. Ну, вот. Тогда, сейчас, Сергей Валерьевич покажет вам, как мы удобряем. Так. И, ну, чтобы хотя бы уже не навредило. Уже не навредило. И определенная польза может быть, потому что бывают зимы, которые деревья переносят прекрасно. А бывают зимы, после которых они ослабевают. И, в общем-то, подкормить все-таки приходится. Особенно вот последние годы, когда не обязательно самая холодная зима, но зима с перепадами плюс на минус наносит вреда больше, чем 40 градусов мороза. Пойдемте посмотрим, как надо подкормить это. Для того, чтобы вреда уже не нанести и, возможно, некоторую пользу. Саженец в возрасте одного года был сюда посажен. Наш принцип не выращивать на месте, но не всегда так получается. Пустое место решили пересадить. Посадили его, так, обрезали. На следующий год он выбросил вот эти вот побеги. В этом году даже немного цвел, но первые цветы это пустоцвет, как правило. Он не обязательно даст плоды, потому что он еще маленький для того, чтобы рожать. И в этом году вот пошли побеги. Значит, если посмотреть на его сверстников, он сам отстал. Вот тут уже можно прикинуть, а не подкормить ли его. Но дело в том, что есть способы подкормить какие. Вот рядом бочка. Если в нее кинуть перегной, все, можно ее поливать. Это один способ. Сейчас мы показывать не будем. Второй способ. Я его называю долгоиграющий. Ну, во-первых, он применяется, как сказать, в симбиозе с другими методиками. Посадка на возвышение. Самое сухое место. Вот это вот корневая шейка. Вот так. И вся лишняя вода должна отсюда стекать. Теперь Сергей Валерьевич возьмет и начнет вокруг обсыпать. Отступает вот столько обычно. И работает этот перегной, когда идут дожди, когда полив понемножечку, понемножечку. Вот. Но он ровно столько его насыпет, чтобы не создавалась вот эта чаша. Вот эта чаша – это самое страшное изобретение в садоводстве. Я ее называю... Я ее называю... Она почти официально называется ямка для полива. Чашеобразного углубления. И в этих ямках сгнивают практически все абрикосы. Помните, мы с вами в том сюжете, я сказал, абрикосы знаменитый садовод написал, что, ну, скажем так, севернее и юга может пересадить по пальцам. Это страшная правда. А то, что тут же, проклиная то, что у них корневая шейка у многих видов деревьев слабенькая, тут же их заставляют садить в эту ямку. Мы же, смотрите, как делаем. Пусть он сейчас вокруг подкормит, да? Но все равно вот эта ямка не образуется. Поэтому очень аккуратно это делается. Потом мы еще подтопим. Вот. И на этом подкормка заканчивается. Она чуть лучше будет расти. Но не на такой степени, чтобы когда придет осень, он продолжает рост и уходит не спящий в зиму. Вот. Вот это сам принцип. На самом деле, это мы просто показали. Когда съемочная группа не будет, он подвезет сюда целую тележку, вывалит и вот так вот. То есть полностью будет работать. Вот корни уже где-то тут, в следующем году тут, в следующем году тут. И он будет так же шире, шире, шире. Вот. Только потому, что эта саженсть немножечко остается в росте. От своих сверстников. Так, вот тут перегной, да, земля? Это пока есть, это перегной. Потом он возьмет ведерко с древесной золой. Будет подходить к каждому саженцу. Брать пожменьки. Вот так, опять же, отступив от этого места.